Добрый день всем. Все связались. Здравствуйте. Мир Тихонович. Ирина Анатольевна тут руководит барабаш. Очень рад. Давайте вопрос. Я только маленькое вступление вам сделаю. Да, Игорь. Здравствуйте, Сергей. Делал замечание. Вот люди боятся, потому что вы перебиваете кто другое. Я поясняю. Я могу слушать тебя сейчас и больше. Но дело в том, что не конкретно к вам, Александр, я говорю. Я только в матери сейчас был этот вопрос. Сказать можно в нескольких словах. Вот к Христу подошли ученики и спрашивают, учитель, где ты живешь? Теперь он им рассказывает, ведет, и все понятно. Я привожу такой пример. Из Мой Дагестан, это журнал Новый Мир, если не ошибаюсь, печатал, Расула Гамзатова. Когда, говорит, я учился, то его отец сада дал ему деньги. В Москве в литературном институте учился. Дал деньги, чтобы купить пальто. В Москве холодно. Ну, отец приехал, а он в своем дагестанском, там, пизащишке, холодно. А где пальто? Значит, два слова. Он начинает ему в ответ говорить. Папа, знаешь, из Ленинграда приехала группа такая литературная, и мы вот с другом решили, и, ой, как много слов сказал, он за уши схватился. Голова болит. Скажи просто, деньги истратил, пальто не купил. Надо научиться многое в немногих словах. А вопрос, когда задают мне в полчаса, вопрос, это не вопрос. Иначе, что надо тоже видеть человека, и человека видно сразу многословно. Вот. Я поясняю, в чем дело, что он вопрос задал. Я его уже знаю, дальнейшие слова могу воспроизвести. Поэтому мне нужно время для ответа более подробного. А не то, что он, какая пуговка была на нем, какого цвета глаза. Нет, но есть вопросы, которые нужно обязательно прослушать до конца, потому что иногда... Хорошо, это домашняя обстоятельства. Божественно, задается кратко. Место писания я отвечаю. Я вам... Пожалуйста, Александр. Да, Игнастия Ильич, я тоже иногда в таком положении нахожусь, что вопрос слушаешь, и дальше понятно, в общем, что человек хочет сказать. И иногда нужно остановить, наверное, да. Так же, как и отвечающего иногда можно остановить. Не всегда такое бывает. Я считаю, что человека нужно всегда дослушать. Потому что бывают такие вопросы, что под конец вопроса вопрос совершенно в другую сторону уходит. И нам кажется иногда, что мы уже знаем предварительно ответных вопросов, а оказывается, что мы просто не дослушали человека. И приходится ему повторять дважды вопрос свой, и время больше уходит. Между прочим, да, я вот и ваш разговор, когда слушал, я всегда, в общем-то, удивлялся. И Игнатию Тихоновичу, как он все-таки может, выслушивает. Думаю, не надо же. Я бы уже давно перебил, наверное, он все слушает. И Сергей, насколько выдержанный. Тоже вы вот смотрю, молчите, молчите. Мне вот у вас только поучиться остается в этом плане. Спасибо, что вы об этом позаботились, но на самом деле все хорошо. Начнем вот с вопросов. Я сейчас, если разрешите, я задам один вопрос, а потом буду молчать тогда. Вот, в общем, дело касается непосредственно меня, но и всех, я думаю. Вот вчера, значит, у меня был священник, я причащался и задал ему вопрос. В общем, вопрос такого плана, что я говорю, что один баптист сегодня может любой православный приход за поезд запкнуть знаниями священного писания. Вот, ну, он мне однотипно так ответил, говорит, что сплошное говорили, типа у баптистов святое писание, там ерунда и все. Важно, ну, важно Христу сердце наше, а не знания там какие-то. Вот, ну и вопрос, естественно, заключается в том, насколько важно нам изучение святого писания, как нового, вот так и ветхого завета. В первую очередь, о сердце. Это говорят все, независимо от того, кто он, баптист, 50-ник, харизмат, православный католик. В первую очередь, а главное, наше сердце. Это говорят люди, у которых ни сердце, ни ума, ни души. Вы сразу себе это только помните и больше не возвращайтесь. Люди, которые окружали Христа, большинстве своих были селяне. Они менее испорчены. И неприсадывая, Господь им говорит, как считаете. То есть, я теперь буду отвечать, потому что, как вы считаете. Православным-то вопрос этот нельзя задать, а почему, а сердце? Иисус, когда говорил, Евангелие от Яна 5,39, и следуйте писание, а зачем? На пути встал полу православный, брюхом закрыл все. Он закрыл им уши. А зачем сердце? И когда мы дойдем до определения сердца, мы увидим глубины, и кто вычерпает мысли оттуда, там ничего нет, пустота. И поэтому опираться на сердце может человек, который сердце заполнил Священным Писанием, Святой Библией, Духом Святым. Вот только в одном случае. А то душа по природе христианка какая-то, та, которая была сотворена. Сегодня она лютая язычница. И она хватает любого харбанда, любой сайн, что угодно проглотит. Она язычница. А дети маленькие ищут наслаждение, сласти. Бабки учат, спей дольше, ешь больше. Все. Это все языческое, как у старого грядца. Ты юридик, переходи к нам. Нам ничего не надо знать, главное сердце. Так вот мы о необходимости исследуем священное Писание, начнем как раз с сердца. От избытка сердца, говорят уста. А избыток от того, что ты узнал. И передал другим. И Англоталуз говорит, если ты пришел из богослужения, ничего не научился, ты напрасно там был. Вот попав приговор. Не в литургии вашей не нужна ничего. Они несут смертоносную жизнь. Ищищаться, ищищаться. Если бы кто-то сегодня заговорил и пришел в больницу, и люди полумертвые, в коме лежащие заговорили. И ответили на один вопрос. Скажите, а вы прищищались? Да. А вы жили по-христиански? Они не поймут даже вопроса, что по-христиански. Я с лечки покупал, попал руки, совал, что надо еще? Многие из вас больны. Теперь мы на мировом кладбище. И спрашиваем. Вы, мертвые, по милости Божьей получили однажды сказать хотя бы одно слово. Вы прищищались? Абсолютное большинство ответит да. И рассуждали о теле Господнем. Чего? Они даже не поймут вопроса о теле. То есть не о чаше Господней, которая подается тебе. Ищиник все сконцентрировал к этой чаше. А о Голгофе рассуждали? О теле Иисусом, которое претерпело невиданное страдание за грехи всего мира. И он, Иисус, пережил богооставленность. Отец мой, для чего ты оставил меня? И вот тут партой окажется не на задворках, а окажется с оружием острословия, с семинариями и академиями, направленными против слов Христа. И они, по самой настоящей сути, полновесны антихристы. А как может быть? Ну, сами рассчитывайте. Христос пришел к своим, свои не приняли. Евангелие от Иоанна 1, 12, 13. А приняли они сегодня его? А это баптист. У нас крещение проходит. Ну, по штату, что нужно? Все высчитали. Крещение, помазание, все сделали. Ну, а теперь народ не расходится и поет песнопение. Понятно, и с духовного сборника изданного баптистами. Евангельских христиан-баптистов. Совет церквей. Хотя бы одно слово. Есть там антиевангельская? Нет. Противоречащие догматики православной? Есть. Нет. Но это же батырские. Он глушит все. Ему главное отбарабанил, как петух откукарекал, а там хоть век не святай. Вот почему священное писание попу не нужно. Оно обличает его с ног до головы. И он никто во свете писания. Он лютый волк, который к вам приходил и говорит так. Скажешь, откуда известно? Деяние апостола, 20 глава. Когда Иисус посылает учеников, посылают как овец среди волков. То есть волками названы все противодействующие. Иудеи, в первую очередь. Дали язычники. Дали масоны. Мусульмане. Коммунисты. Фашисты. Все вместе взятое. Это только волки. Но когда прощался Павел и пришли пресвятера, написано. И он призвал из Ипеса в Милип. Пресвятеропы это, епископы были. Он сказал, восстанут лютые волки. Из вас самих. Которые будут говорить превратно, чтобы он лезть за собою. Они никуда не ведут, только за собою. Никто никуда не ходите. Не забывайте поминальники записаться. Не забывайте свечки покупать. Вот как раз об этом. Лютые волки. Слово лютые откройте под описанием. Это означает бешеные, подлежащие отстрелу. Что и было уже в 1543 году, в 1543 и в 1917. Православие было в древности разъяснено. И они, выжившие, или жившие ужасно, снова берутся за то же. И поэтому сегодня готовится окончательное истребление православия. Это не мои слова, а Феофана Запорника. В 1861 год. Кавычки открыты. Еще одно-два поколения и православие на Руси исчезнет. А теперь обмозговывайте, что это. Или это был уже пророк, потому что прошло не два поколения. Или он имел в виду все-таки не это, уже православие, а этих истинных попов. Вот и все. Без Писания мы ничего не знаем. Вникай в себя и в учение. Вот чем нужно занимать свое время. В себя. Как ты поступаешь и в учение. А учение-то где? Писание. И когда Иисус говорил исследуйте Писание, Он говорил только о Ветхом Завете. Нового Завета не было ни строчки. Еще пройдет десятилетие до Нового Завета. И поэтому Ветхий Довик нам крайне нужен. Как предисловие. Как подбрюшие всего тела Господня. Нам необходимо его знать. А они вдруг выбивают. Ничего не знают совершенно. Святая Библия. А что это? Как Бабтиста. Библия, Библия. Ну надо Евангелие. Диакон вынесет. Прорвет. И занесет обратно его закрытое. Крышку целовать призвал над Господь. Я с Александром Мением беседовал. Он говорит, у нас такое понятие, что мы исследуем Писание только для того, чтобы делать все напоперек. Если сказаны, не называйтесь отцами. У нас такая же отца, отец Диакон, отец, батюшка, там, все, одни отцы. Это еще мимо прошло? Да мы не тот смысл. Народ никакого смысла не вкладывает. Он буквально так и понимает. Как будто Христос пришел, говорит, нас научить, как правильно кутью варить. Вот оно где сердце. Оно набито трухой, кутьей. Вонючими свечами, которые не восковые. Дымом, потому что в кадилах кладут там ладан, который глаза выедает, карахту наживает. Настоящего ладана они не нюхали еще, может, у патриарха только есть. Вот пусть они позаботятся на полной чреве, чтобы люди питались тем, что Святая Православная Церковь заповедала. А они обманывают. Даже истинные христиане, знающие Христа, детям своим, чтобы кости росли. Он маленький ребенок. Так, ему подмешло и молочное. Во время поста. Сегодня этот ролик я выставлю. Ну, только бы Ирина Анатольевна выставила его. Мы сейчас закончим разговор. Полным покаянием и разнесением. Вникай в себя, в сердце. Обучения нет. А с чем сравнивать? И такие люди, говорят, сравнивать с самих себя, с собой неразумно. Павел сказал это. Вникай в учение. Учение как говорит? Прямо доказывает, обида не христианское дело. А с чем? Ну, а с того, кто сделал неправильно. Если тебя обличили справедливо, ты будь благодарен человеку. Накорми на поле, от беды избавил. Несправедливо. Поцелуй его за намерение исправить тебя, говорит Антон Таус. Кто не обижается? Для себя возьмите. Вот мы трое здесь. Обижаешься? А я тебе сказал, это его выслушать не надо. Но я пойду так, как сказали. Вы им объясните. Скажи, будете говорить, умеете четко, ясно задавать вопрос. Заранее предупредите. Длинное, когда вы начинаете разговаривать и учить, он в вопросе учит. Он вопроса не может задать, потому что его у него нет. Он именно получает. Он хочет вопросом меня сделать таким, каким он. А каким? Невеждой, незнающим писания. Супер антиправославным. Но я таким быть не хочу. И мотивирую это святыми отцами. Творением. Канонами. Житиям святых. Мы на первом месте Святой Библии. Четыре стены, за которые я не имею права влазить, как православные. Но нас, конечно, намного легче назвать сегодня православные баптисты. Потому что мы тем, что выдумком, который вообще, как Псалтырь Богородицы, антихристианское произведение, нас прилепляет. Это антихристианское. Вот только в печь сжечь. Как Булгартов говорит, зина в печь. Вот бой отверт. Без Писания ничего нет. Ничего. А вера это отслышание. Вера не от хождения за бабушкой в храм. Вера не от храма. Не от чего. Вера от слышания и от едения. Дым, ноздри, прослорка на язык. Одно только уши. В деле спасения роль играет уши. Блаженные глаза, что вы не видели и поверили. Глаза наоборот Христос запечатал. Но это понятно. Он сказал. А слышание это от чего? Да мало ли еще скажут. Ослышание от Слова Божия. Слово Божие называется только в Святой Библии. Значит, мы ее должны знать. И очень хорошо. Как очень наш. А очень наш, они не знают. Когда начинаешь говорить, ты не можешь объяснить, что такое воля Божия? Не знают. А просим Царство Его, что такое? Не знают. Я по пунктам разбираю. Эта молитва требует объяснения. Я напомню еще раз. Я вел занятия в университете. Там 21 тысяча студентов. Я не перед всеми, конечно, выступал. И всегда вступление, пение, царю небесную. Молитву царю небесную я объяснял 60 раз. По порядку. По 20 примерно минут. 25. Умножь. Одну молитву царю небесную утешителю души истины. Сколько мы должны знать. А почему так долго? Потому что в дневную эту молитву я включил все священное Писание. Все. И они записаны. Можно их когда-то выстроить. Аудио, правда. Вот ответ. Геннадий Тихонович, вот в этой ситуации, в приходской жизни, вы говорите о том, что каждый человек должен сам за собой начать следить и жить правильно, и там все остальное, может быть, приложится нам. А сами вы, отъезжая своим, вообще не говорите о том, что вот не дай бог я умру, ни в коем случае, как бы не при... ну как-то в том смысле, что к московскому патриархату не присоединяйтесь, иначе раздавят вас. Вот в этой ситуации, а значит, получается, у нас вообще будущего нет, у тех, кто не так, как у вас община устроена, и не в западной, а в московском патриархате находимся. Мы начинали с нуля, находясь в московской патриархии. Мы же там прищищались и там были. Пока не открылась возможность иметь свободу, там нет никакой свободы. Где Дух Господень, там свобода, да это отсутствие Духа. Поэтому стиху определяется, там ли Дух Святой или нет, а как-то, а так это обмерщенная организация. И туда, как некоторые говорят, я перехожу в московскую патриархию, туда нельзя переходить. Некуда. Мусульманцы вас обрезать будут, а здесь, если тебе когда-то ладошкой хлопнули по лбу, больше от тебя ничего не требуется. Раз в год пришел, раз в жизнь. Батька Сарвотия это царство небесное пообещание. Но патриархия зорко следит за тем, чтобы вот это ее стабильное, стагнации, сгнившее все сохранить как есть. И отсюда я делаю заключение Сталинско-Берьевское. То есть Сталин с Берьем организовали московскую патриархию в 43-м году, сентября месяца. Эта история всем известна. Она неизменная. Она так же мстительно, так же преследует. Кто бы ни был, это же Андрей Курайер, она разносит его и преследует, даже чтобы в университете ему деньги не давали, не платили. Это для более безжалостной организации, не знаю, это порождение коммунистической двойки Сталина и Берии. Они другими быть не могут. В них течет эта ядовитая кровь Сталина и Берии. Вот почему я говорю, нам нельзя туда. А вам можно, вам можно там, потому что вы уже там находитесь. Начинайте трубиться. Так от чего надо начинать с батюшек? Скажу, что наши люди, которые есть, начинали от самого юга до севера, где наши люди есть, близкие, заниматься. И первое, что я наказываю, обязательно работайте с батюшкой. Вы думаете как? Это будет лютый мрак, и вы убедитесь. Пока ни одного случая иного не было, везде одинаково. Везде. Он сходит в занятия два, выслушал все, доложил архиерею и начинает смертный бой. И теперь он выходит на проповедь, каждую проповедь говорит против них. Люди есть, собираются, придумали, что знать Писание. Да кто его знал? Нам храм дал Бог, у нас мощи есть. Библию носятся с Библии. Не ходить? Кто будет ходить от причастия от лучу? Чтобы никто не ходил на занятия. Это лютые волки, не щадящие стадо. А его архиере любого дня не уберет, он не гарантом не является, что будет он хлебать то, что заварил. Нет, он в другом месте пойдет подпись. Вы находитесь там, переходите куда-нибудь, начинаете трудиться. Мы начинали с нуля. Такого вас, видите, благоприятная обстановка зарубежная, там приняли под свое крыло. И вы так далеко, они к вам не касались. Может быть еще хлеще вы не дали. Скажите все-таки. А можно без батюша? Можно. Но будет упрек. И очень сильный. Это секта. Сразу начнут. Севдоправославная. Это раскол. Самочинение. Я полный набор скажу, как они клемят. Никакого внимания. Только усилить молитву. Один раз батюшку все-таки поговорите. Батюшка, один раз придите к нам. А в церкви никуда. Ходите, причащайтесь. Где нужна ваша физическая помощь, помогайте. И ведите занятия. Не менее желательно. Не менее трех раз в неделю, по два часа. Мы дели так. По порядку поблаженовских лапков. Самое высшее. Которое я издал. Особенно вот это вот удобно по нему вести. И третий том. Открытый моком. Третий том. И там написано. Посуды по изучению Евангелия от Марка. По нему начинать надо. Община уже готова. А батюшка, он ничего не сможет сделать. У него данных никаких. А он будет отлучать. Пусть отлучает. Когда наберется человек 10 отлученных. Господь поставит ему крест. Все. Он будет изничтожен Богом. А кто это сделает? Архиерей. Как правило, это архиерей вмешивается. Потому что отовсюду пойдут слушать. Как это? Чтение Евангелия отлучает. Они сразу включают там Акосовское 52 правило. И прочее. Найдут какие статьи. Священник сгорел. Его нет. И он ничего не может понять. Начинать надо, притом сегодня. Собирайте людей. Ну, два человека. Есть жена и муж. Собирайтесь. Ходите в храм. Молитесь. Переходить в Московскую патриархию. Это невозможно. Это улица. Это порог. Переступите все. Я перешел в Московскую патриархию. Я говорю, это означает, мы заключили договор со смертью из преисподней. Такое выражение. Больше там ничего нет. Туда нельзя переходить. Там надо работать. Переходить не куда. А когда все люди, вот к нам надо переходить. Люди подают письменное заявление. Мы проверяем, готовятся к окрещению. Я не могу понять, материалы крещения почему так долго не выставляются у нас? Сергей. Его вам не передали, разве? Сегодня получил только. Ну, представь, неделя прошла. Неоперативная работа. И вот вы посмотрите, а вы дали мне там слово экзамен, который перед крещением был? Нету? Не знаю, не видел. Ну вот, всего там 4 человека. А когда принимали крещение там по 30 с лишним человек, их каждого раз спрашивают, и у каждого два поручителя все это время, и некоторым отказывают, слез бывают сходят. Люди приходят. Из этих, которые есть, еще половина уйдет, которые... Почему? Это естественный отбор. Третий час пал на небе. Что говорит там, где в великой ярости сошел дух лжи? Ну вот, как надо работать, да? Туда переходить нельзя, нам нельзя, абсолютно нельзя. А они мгновенно все уничтожат. Батюшка на другое место перейдет. И вот это они умеют. Хозяйство, в прошлом деревне не будет, лагеря не будет. А он меня отключает от причастия. И он этим играет в причастии. Ну я этого не боюсь, но причастия не дай, нет. Я его не отрисал, ты не дал. Отвечает, что ты... Ну на меня голодом, если ты заморил, так отвечает, я ребенок, а ты пастырь, ты отец. А я дитя твое, и ты чищал, не давая объяснять. А почему? А вы собирались отдельно. Ну, отдельно собирались. А от кого отдельно? Ты нас отделил. Он должен быть непрерывно лгать. А где ложь, там сатана, а он отец всякой лжи. И поэтому он будет разоблачен и выброшен. Работать. Вот ответ. У нас община тут, она, в общем-то, создавалась. У нас настоятель был в храме. Был потому, что его сослали, как вот вы сейчас сказали только что. Вот. И прислали другого человека, который, в общем-то, сейчас пока никаких усилий не предпринимает для того, чтобы собирать. У нас такое ощущение, что лучше как бы по отдельности, чтобы мы все были. Вот. И тогда получается, что надо только собираться именно для изучения Слова Божия где-то отдельно. Ну, может быть, сейчас я не знаю, пока мы достраиваем место, где нам все это можно будет проводить. Уже практически все готово. Вот. Посмотрим, может быть, и будет добро на то, чтобы мы там собирались. Но мне, я уже думал об этом, как вы сказали. Сейчас, если начать изучать Слово Божие, то мне кажется, что так и будет. Что скажут, что это что-то выйдет туда. В Ветхом Завете очень много внимания. Вот. Но в любом случае, все-таки без настоятеля, тут никакого движения в приходе, мне кажется, не может быть. Игнат Тихонович. Тут или вы только тогда, как и с насобилия, отделиться должны, да? Получается так только. Отвечаю. Это не надо отделяться. Вот мы были здесь, все священники настроены против. Нас это не касается. Это его дело, он за это отвечает. Я отвечаю за то, что мы уверенно. Мы собираемся идти раз в неделю. Первое. Один, допустим, в среду собираем. Это у нас было так во вторник. Допустим, в четверг и воскресенье. Значит, один день у нас по порядку изучения Евангелия. По Божимому Пепелату. Второй день. Откровение. Третий противосектантский. Не против их. Это название такое. Так они отвечают. Как должен православный. То есть, это миссионерская работа. Это во втором томе открытый мокр. Зелененького цвета. Там подробно это все указано. Работать. Они будут преследовать. Ну, как будут отвечать, так и привлечать будут. Они сами начнут тогда шевелиться. А как? Другие спрашивают. Да я вот с такими так-то. А что они делали не так? Он должен лгать. А где лжет, там ничего уже нет. Там пустое место и хвост и рога падшего с неба Херувима. Вот и все. Работать. И он не будет. Но вы его предупреждали, звали и говорили. Батюшка, мы в любом случае будем работать. Потому что Писание нам повелевает. Получается день и ночь в этой книге. Получается. И мы получаемся по святым отцам. Изучать попутно каноны, соборы церковные. Попутно это все внутри. Это вопрос о житии святых. Вот симфония на житии святых. Это очень помогает. Вчера мы разобрали тему беснования. Было записано. О бесновании. Проверьте себя в этом ракурстве. А сегодня было, быть назван, покаяние. Как у него не ладится. И за дочерью, и тече. И наконец-то поклонился в ноги, поцеловал. И все. Где мира не было. И вы увидите силу разящего Слова Божия. Исцеляющего. Тоже человек разводит. Дальше антимоний. И нету того. Все. Приходите разговаривать. Слушаешь или нет. А выход какой? Для тебя выход один. Не вмешиваются нигде. Не вмешиваются. Беседовать будем тогда, когда будешь молиться. А сейчас выслушай и принимай кс-либе. Не значит проиграл. Ты заранее можешь знать. Ты обречен. Иногда в мой адрес будут такие обвинения. Как это можно так же? Вы что? Разве это хорок? И записываешь, что я тебе говорю? Записываю. Ну и проверяю потом, когда сбудется. Знаете, вот Николай Илеонова. Тут один был такой, чемпион мира. С ним и беседовали. Я говорю, ты не доживешь до 50 лет. Ты будешь убит. А сейчас это правительский. Я ничего не видел. Я знал. Просто по результатам того, что он говорил. Но Бог так допустил. Сейчас весь мир буквально против России. И меня спрашивают, как так? Да Россия-то не сбивала. Тебе не надо решать. Им нужен конфликт. И он будет. 17-18 глава Откровения. И они расхитят тело блудницы и сожгут. Москва будет уничтожена. Сожжена. А как остальные? Как Бог повелит. И вы нисколько не беспокоитесь. Написано об этом. Вы слышите о войне, о военных слухах. Ну и что дальше? Вы не спущаетесь. Не беспокойтесь. Сему надлежит быть. Это запрограммированная режиссура. Уже она написана. Уже все. Съемка идет. Проект все идет на землю. Уже все дымится. И пыль и дым до неба. Нам всем покажется, как же мы не ценили сегодняшнее дорогоценное мирное дни. А то желаю мирного неба. Мирного неба. Это только одно означает. Примирение с Богом. Небо будет гневно к нам. Потому что все совратилось. Никто не ищет Бога. Никто не разумевает. Все совратились. Все до единого. Ну неужели? 52-й псалом, считая 13-й. Дважды его не повторял бы Давид один и тот же псалом два раза. Вот мой ответ. Игнат Сехович, а тот священник, который у нас был настоятелем, он сейчас собрался, значит, он письмо открыто всем разослал нам, в том числе и епископу, о том, что он разрывает отношения с московским патриархатом и уходит русская и зарубежная церковь, я так понял, ту, которая как раз вот раскололась. Ну, видимо, с тем, которые не признали антисо-норческого общения. Да. Какая фактика, думаю, к московскому. Да. То есть вот с точки зрения вот канонов и как бы вот правильного, то есть это допустимо вот с точки зрения вообще вверх-то наш или нет? Понятно, абсолютно, если только его совесть его не судится. И все, значит, он понял, это не по силам, достигнует и уничтожает, уходит. Это образец. У нас вот было точно так же. Шесть священнослужителей подали на аморальнейшее поведение архиерея, который держал право в первую брачную ночь с каждым, кого руку полагают. С матушкой. Ну, здесь-то критическая у вас ситуация была. У нас, в общем-то, не совсем такая ситуация. То есть тут еще вопрос правоты, его он как бы должен, ну, вообще можно рассуждать на отсчет. Это каноническая церковь. Каноническая? Нет, все каноническое. А иначе бы, которые зарубежные пришли, они бы какие-то требования выставляли, это до этого расходниками называли, они лживые до мозга костей московской патриархии. А тут сразу приняли, Лавров приехал к патриархам Алексеем и уже никаких требований, только соединиться. Почему Владимир Владимирович Путин тут мешает? Он не мешал. Тут все КГБ на ноги было поднято. Им нужны свои агенты за рубежом, они это сделали. Отновременно, сразу, 400 пунктов для агентов. Это большая была победа. Очень большая победа, которая кончится кровавым мессивом. По-мирски. Игорь Владимирович, вот вы говорили о том, что уже как бы все определено в мире, и вот слушая ваш разговор с, забыл, с Артисом, что ли, по-моему, да, фамилия, Валентин Сартисон, вы говорили о их детях, и как раз высказали мысль о том, что есть люди предназначенные, если я правильно понял, ко спасению, а есть те, которые к погибели предназначены, так ли это? И на каком основании, где это в Священном Писании сказано об этом? Запишите. Запишите два слова. У вас библейский поисковик есть? Я у вас видел, мне так понравился, как у вас легко он работает, а я скачал через Яндекс, у меня что-то не такое удобное. Полетите его, найдите у кого-то, спросите, у Михаила Кальмаева к нему подойдите, он вам сразу даст. Я-то не верю. Михаила Кальмаева, Сергей, выглядели его на него. Его составил поисковик, я немного отвлекусь, вот этот поисковик мне очень помог, когда я писал книгу, а в каждой книге 3000 ссылок на Библию, при всем знании мне надо, чтобы точно писать было, печатать, а тут еще не надо, я только поисковик, и раз. Однажды сделали так, искать поисковику, и меня попросили, я быстрее нашел, чем поисковик, то есть, решила о секундах. Несколько мест писания детского Нового Завета, и он попок просто так дал, но печатать мне надо полную фразу, бывает иногда пакет, два, три, четыре, сиха, отсюда. И я сразу задал вопрос, а кто это составил? А вам зачем это? Вы же пользуетесь. Я не могу быть неблагодарным, человек большое дело сделал. Кто? Я подключил программистов своих, найдите мне этого человека. И они мне нашли его, и сказали, его звать Тимофей Ха. Ха и А. Дальше я разузнаю, кто он, вьетнамец, учится в Ломоносовом университет в Москве. Я узнаю биографию, читаю его проповеди. Вопрос, почему он обратился среди протестантов, не у православных? Первый вопрос. Второй, я задаю всем, скажите, а вы пользуетесь поисковиком? Да он сделал искать Библию, тут же к нему присоединил не канонические книги, еще он сектанты никогда не делает, тут же подсоединил семь вселенских соборов, по слову можно найти, тут же девять поместных соборов, 13 или 17 святых отцов, и еще дальше продолжает работать. Вьетнамец, почему не русский-то никто? Потому что основные поражены проказой патриархии, нам Библия не нужна. Самая роковая ошибка патриархии была то, что Библию перевели на русский язык. Ее надо было как старое время намертво отвергать, Библию считают, кто с ума сходит. И все, ее не было бы. Это раньше у них так, сейчас они маленько помягче стали, а отмягче, как говорится, домовой падший с неба. Но православные пошли другим путем. Библия божественная, Библия правильная, но считать ее не обязательно. А вот этим сектанты и воспользовались. У вас Библия есть? Да, продают в храмах. Ну а вам батюшка дает? Да, ну считайте, не сделай никакого изображения, первый шаг. Все, иконы в печку. Вот ошибка какая, а к старообрядцам подходит, а вот иконы, а где ты взял это? Икона. А вот Библия. Да пошел ты со своей Библия, это ерес, это Библия в печку, ну и все. Вот позиция правильная, в кавычках. А поэтому то, что вы задаете, мы должны все в этот конец сгонять. Желаем мы знать Писание или не желаем, доверяемся ему или не доверяемся. Четкий ответ должен быть да и нет. А вот настоятель, он такой, он не пойдет, а повезти один раз, а дальше работает. А пошел он в такую ерес, правильно. А пошел бы к старообрядцам, у которых священство есть древняя православная, у них патриарх Александр. В России два патриарха, люди даже не знают. Или митрополит Корнильдый, это белокринецкая, так называемая австрийская. В Австрии они находились, по местонахождению, сейчас они Рогольское заставо, Рогольское кладбище. Это тоже настоящее. А вот греки, старостейные, они разъединились уже там в Греции на пять разных филиндексов. Все они законные. Незаконное разделение. Нет вопрос в Греции, в Афинах нынче не задавали. Мелкота мышления, нет остроты, тупость, искание своего. И вы всех признаете, конечно, я и католиков признаю, и григорян, и армян, попасть, истерийцев. За этим нет ничего. У людей слишком мудрый кругозор. Нужно быть христианином широкого профиля. Согласно священно-отписанию. Да как ереси? А ты их не поддерживай, ереси исправляй. Получишь награду. Я был в Москве, я учился, что правильно ложку держать. Так, правильно, вести себя состоятелем. Да как выгрозит там? А Илья Белевая должна ставить след. На каждом повороте. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоуста путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Это мое стихотворение обо мне написано. Так что ни на что не смотрите. Кто написано смотрит на облака, на погоду, тому не жать. То есть он и посеет. Разницы нет. Мне сказали, сегодня ночью вы все потеряете и будете убиты. Сегодня в утро. Мы узнали абсолютно точно, как вот музычка там убили, ему сказали, тебя убьют. Решение принято. Аваков дал указание тебя найти и уничтожить. И Рамзан Кадыров подключается. Ну и что? Тот поехал кри карася кушать. Карасел в ловушке оказался. А я бы делал то же самое. Я бы только ускорился. Сейчас скорее бы кому не успел что-то передать. Остатки наказать. Но Сергею Козлову основал под. Старайся, дорогой друг, чтобы Калуга не была забыли. У нас только половина была нынче выполнена. Вторая половина российская не начата. Все готово. Вина в машине. Ну а я подумал дело не в машине, а то, что Господь ищет соратников. И почему-то так на сердце положено, что Сергей начнет работать, найдет и через него другие будут работать, найдут волонтеров, ну и работа на нашем. Уже есть плоды. Человек уже есть. Напомню для меня это на первом месте. Второе, что дали объявление по Потеряевке. А вам не поступало, нет материалка в Потеряевке, принимаю одного. Я уже выставил. Вот, вы же мне сказали об этом. Я ответил, Александр, на ваш вопрос. Вы, наверное, упустили. Я о предназначении вас спросил к погибели. Я это не сказал. Да, это именно так. Кого предузнал, тем предопределил. Напиши поисковик. Предузнал, предопределил. Это только в одном месте Писании говорит. Апостол Павел пишет, к ним. Найдите, подумайте над этим. Что это означает? Я предузнал. Я заранее был предизван прежде зачатия, прежде в вековых времен. Мое имя уже у Бога было вписано. Он меня избрал с детства. И я должен это оправдать. И в этом моя задача. А вы оправдали. Немало не было. Где-то может было, а где-то нет. Я согрешаю, я увлекаюсь им. Но у меня очень большая отдушина. Бог же хочет всем спастись. Дружба со Христом. Повтори. Бог хочет всем спастись. Да, хочет. То есть желает. Но люди не отвлекаются на это желание. Много званых. Мало избранных. Много званых. А сколько много? Весь мир желает Господь. Кого желает, Он посылает 50 детей, болезни разного. А мало избранных. А те, кто приняли головой, в уши. Пропустили на руки, вначале выпавляют сердце и на руки. Вот и все. Тременные мотивские слова. Вот тогда сердце. Сердце от ушей наполняется. Так, может быть, правильно понять просто тогда это выражение. С точки зрения предназначенной Господь заранее уже знал, кто каким будет. Либо Он заранее уже определил, то есть как вот судьбу человека, так слово такое уж мирское примемого. Что вот это традиции, и Он уже как бы к погибели должен, он то есть должен быть таким. Не то, что Он уже каким-то другим, а основанием. Он именно должен быть плохим. А это должен спастись, например. Так или нет? Итак, слово судьба это от сатаны. Понятно. Что нет, говорит Иоанн Зотоус. И поэтому предопределил, то есть предузнал то, что Вы вначале сказали. И все. Иначе бы не было сказано 11.28 Евангелия от Матвея. Придите ко мне все труждающиеся обременно. Все придите. То есть призыв ко всем. Но не все послушались. Нет, не все. Глаголы прошли до конца вселенной, но все не приняли неоднократный вопрос. Нет, не все. Сердца многих ожесточились. Два миллиарда мусульман не принимают. Они Иса считают, а это другой Иисус, это не наш Иисус. Наш воскрес, а у них не воскрес. Это другая совсем фигура. Абсолютно другая. И то там в нашем Иисусе написано в Коране, там ни одного слова нету. И когда говорят наш Бог, это Бог Аллах, это разное совсем. Когда мы считаем то, что тот Бог делает, и наш Бог по Писанию, это не сходится. Это значит другой Бог. Но это должно сказать. Вина Стехничего рождения слышу вот еще вопрос такой. Это выражение, оно как-то у нас в церкви не применяется в основном. Оно не звучит, а рождение слышь, как правило. Вот. Правильно ли я понял вас? Как определить человеку, я могу ли определить себя, рожден ли я свыше или нет? Вот я три признака для себя сформулировал. Проверьте, правильно ли нет. То есть значение. Сначала человек должен уверовать в Бога. Потом признать себя погибающим. И третье, это должна быть решимость к очищению от греха. То есть такая стопроцентная, без всяких вариантов. Это или что-то другое все-таки имеется в виду, по рождению? Не погибающий, а погибший. Окончательно бесповоротно. И когда ты поверишь в Бога, ты должен понять, что Бог никому, никогда ничего не прощает за так. Он не может прощать. У него нет такого свойства у Бога. А Бог же всемогущий. Ну вот название всемогущий, а на самом-то деле он не всемогущий. А как это так? Есть такое нарожение. Все, что о Боге написано в Библии, это неправда. Почему? Потому что это сказано применительно к человеку. Мои слова только не переврать, не надо. Применительно. Написано, Бог гневается. Он не гневается. Бог раскаивается, что сотворил человека. Он не раскаивается. Это чувство человека, который не знал, что будет впереди. Он раскаивается. Взял жену, она ведьмой оказалась. Она оказалась такая стервная. Житья нету. Это человек раскаивается. Бог не раскаивается. А написано раскаивается. То есть он бы раскаялся, если не знал. Это все применительно к нашей орфографии. Так а тогда как? Бог заранее знает. И когда Иаков и Исаав еще не родились, и написано, Исаава, Иакова я возлюбил, Исаава возненавидел, когда они ни одного дня еще не жили на свете. Но разве это справедливо? А за то, что он будет делать. Тебе не надо спорить. Услышал и должен в конце сказать. Аминь. Амилуя. Благодарю Тебя, Господи, что Ты возлюбил Иакова. Благодарю Тебя, что возненавидел Исаава. Написано, когда не сделали ни худого, ни плохого. Во чреве матери уже они были один избранник, другой нет. А он мог быть другим мог. А тогда как бы эти слова, тогда бы эти слова не были написаны. Я делал такое сравнение иногда, чтобы понятно было. Допустим, я человеку говорю, Бог знает каждый шаг. Что, Бог заранее меня расписал, как я в день буду жить? Конечно. Интересно. Ну, хорошо, я тебе подаю письмо. Я получил от Бога, у меня близкая связь с Ним. И Бог написал мне. Я открыл письмо, там написано. Вот примеру сказать. Ну, вдруг у меня там есть какой-нибудь, я его назову так, Трифон. А то попадешь на Сергея или на Владимировна Александрова. Вот. И он там написано, печать стоит. Я говорю, ты не прикасайся к нему. А вечером, когда будет 12 часов, до 12 часов ты можешь делать что угодно. Но здесь от 12 до 12 записано все, что ты будешь делать в этих сутки. Да то не может быть. Я же могу делать не как обычно. Это твое право по-дому. Ну, ладно. А человек-то умный, он и о чем думать. Я в 12 часов обычно на двор хожу. А я не пойду в вектор. А встану на подоконник, да и помочусь. Больше нет красоты, когда пасть с высоты. Ну, ладно. Записал. Сам себе я сделал, как никогда не делал. Хорошо хоть жена не видела. Дальше пойти на работу. На работу пойти вот в такой круг. Я на машине езжу. Сегодня я пойду в обратном направлении. Там трамвайная остановка около кладбища. Единственное, что не доеду и сойду. И скажу, что у меня нет пропуска. Я переоделся, забыл-то. И буду уговаривать начальника, а пропуск лежит. Не буду пускать, тогда зайду. И все так и сделал. И дальше с товарищем, он такой странный всем казался, он делал все наоборот, чем обычно-то. Ну вот 12 часов, он последний еще. Все заснули, все знают, надо тихо. И он решил, я брякну дверью, чтоб все проснулись. Ну, никогда так не делал-то. Ну и подумал, что ветром хлопнуло. Раскал, дверь дал и косяк вывалил. Маленький перестарался. Ну а теперь мы что будем считать? Отпечатает. Да ни один не знает, почему я сзади не надел. Открывает. Этот человек, Крифон, решил не идти, как обычно, в туалет, залезть на подоконник и то мочится. Зачем же это сделал-то? Он теперь говорит, ты пошел на работу и дальше все описывается. Я это мог не делать. Я мог это не делать. Он все выкоморивал, как думал, это бог опростоволосит. А получилось-то, в посмеянии-то оказался сам. Он знает. И он так предопределил, что рожусь я мальчиком, какой будет голос, в каком голосе я высею, где буду служить, в каких войсках, когда с кем познакомлюсь, когда буду говорить, когда буду так рукой махать перед экраном. Сначала покажу на Андрусенко, потом на Козлова, а на себя позабуду показать, что грешник. И запечатаю. И все так и получится. И поэтому мудрить не надо. Закон дан. Вникай в себя и сравнивай это не с выдумками, а с учением. Вчера мне одна звонит, даже позавчера. Мне нужен Лавкин Игнатий Тихонович. Слушаю. А вы кто? Да я вот тут была в социальной защите. Одна женщина, и она сказала, она нашла такой хороший лагерь детский православный. Я тоже бы хотела. Наверное, опоздала. Я говорю, очень даже. Лагерь 2 августа будет закрываться. Хотя он раньше закрывался бы 28-го. Ну, условно таки сложно быть. Но еще только для виду 5 человек был. И она сказала, дала тебе телефон, дала ей визитку. Я говорю, вы прочитали? Хорошо. Это православные лагерства. Мы берем детей, которые православные. Но они похвещенные, то есть моченые. Я уж не трогаю. Я сама это недавно воцерковился. Я так бы хотела, чтобы дети воцерковились, а чтобы мы были все воцерковлены. А она уже обляпывала этим словом со всех сторон. Воцерковлены от одной из самых поганых слов православия. Гнустое, позорное, антихристовое. А священники налево-направо. Подсерковиться через какое-то еще свечку подать, там что-то. Ну, все такое место. Нет такого слова. Там нет рождения свыше. А они его не учили. В рождение свыше входит 3 пункта. Может ты должен признать себя не погибающим, а погибшим окончательно и бесповоротно. Мне это положено было, когда я был трехлетний и пятилетний. Я знал, есть ад и рай. Ну, какие грехи-то у трехлетнего и пятилетнего. Но в пять лет я абсолютно точно знал, что я буду в аду. Мне горит в огне. Я нарушаю что-то. Я не мог сказать, Евангелия не было. Почему меня Бог не обманул? То есть совесть, которая во мне, она откликалась на призыв Божий. Я чему хотел научиться? Канон был, а убеден он умершим. У нас папы не было, тяки. Вот тяки умрет, я за него помолюсь. А что будет ему, я не знаю. Ну, положено так. За маму помолюсь. Ну, а сам в ад пойду. А уж чем дальше я рос, обретыми грехами и страстями, тут я уже точно знал, что я буду в аду. А рай, рай это для праведника, для Пависи Лилитова, который я слышал в Маттаре. Ну, хоть какая-то надежда была у меня, но у меня никакой. Когда я ехал на санях, на тракторных за село, там ночью, сено маленько под тобой лежит, и звезды, и скрип-скрип. Бескрайнее поле снегом. Я хотелось вот так схватить голову под звездным небом, бежать, падать, спотыкаться, и никогда не возвратиться к людям. Боже мой, до чего я родился. Всю вселенную на миллиардных, в миллиардных степенях разложить на молекулы, и конец будет, будет. А здесь теперь до конца буду мучить без конца вечным мучением. Я говорю, зачем меня мать-то родила? Я потом это нашел Игнатия Брянчанинова, который канонизирован сейчас. Он говорит, если ты не испытал страха Божия, как баптисты, главное сердце, главное любовь, сердце и любовь, там ничего нет ни любви, ни сердца. Вот это запомните. Это фальш. Если ты не испытал страха Божия, а страх начала мудрости, притча Солонона 1.8, или нет в мудрости, Сарахов говорит, начни сначала, пока ты живой. Без страха Божия ничего нет. Янатаус говорит, знаю, многие презрели бы обещание благ райских, если были бы свободны от наказания. Ибо угроза Божия содействует в спасении Божьей, чем обещание будущих благ. Я это подтверждаю в жизни своей. Я знал, что я буду мучиться, и поэтому от основных страшных грехов меня Господь просто спас. Спас. Я ни разу не поматерился, не знал женщины, воровства. Это все мне Бог дал. Второе, осознавши себя бесповоротно, окончательно, никакими добрыми делами, вся наша праведность, как запачканная одежда. Когда, по-настоящему, как подляска не чистая женщина. Это праведность. Это потом я узнал у порока Исаии. Ты должен поверить, должен. Другого пути нету. Что возмездие за грех смерть. Римном 6, 23. Я грешник и смерть. Меня в эту первую половину Бог вдалбился с детства. А дальше, запятая, дар Божий жизни вечно во Христе Иисусе. И Божья справедливость такая, что за грех смерть. Если бы кто-то взял мой грех и умер за меня, но никто не может взять все грешники. И для этого с неба сходит Сын Божий, Иисус Христос. Рождается от благословенной присна Девы Марии, Бог Сущий. Он рождается и берет мой грех. Грех всей Вселенной. И за грех он умирает. Возмездие за грех смерть – это Божий принцип пролюбивости. Он исполнился на Христе, на Голготе. А я только должен принять и даром. Вот это труднее всего принимается. Как даром? Ничего не надо? Ничего не надо. Такое, как есть, приди ко Христу. Не пытайся лучше сделаться. То есть, я должен быть лучше. И я понимаю, так и не надо тогда быть гор, вором, был и приходи, Бог спасет. Нет. Я должен возненавидеть грех. Я осуждаю себя того. И прошу у Бога, дай мне новый разум, новое сердце, новое чувство. Чувствование, тончайшее разумение воли Божьей. Он умер за меня и кровь свою провел. Страданием на кресте меня отступил. Там посланный Богом и силе распят. А в правде сметолог проповедан он. Больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. Зайдем на Голгофу, мой брат. Он жаждет Ивана. И жары в планеты горят. Он жаждет. И уксус тому подают. Чьи воды живые до мира текут. Пойдем перед ним. И вот это семь раз запев. С разным наполнением. У православных нет. Это та же самая ритурики. Вот. Проснулась, задел. Замахался. Вот. Я вот приступлю сейчас. Я даже этого не могу сам сделать. Чего она не цепляет? А? Я не той стороной цепляю. Вот. И теперь завершающее. Когда я принял его своим спасителем. От воды и духа. Я должен принять крещение. С полным троекратным погружением. С произнесением слов. Какие Господь наказал. Крещает Санат Божий. Во имя Отца. Святого Духа. Аминь. Почему троекратный? Я думаю от страха. Не было, думаю, трехградного. Одно разного погружения было. Это и Арии напугал так. Они сейчас и лепят, и лепят. От Отца и Сына и Святого Духа. Даже почти раз прилепляют священники. Вот заметьте. Даже молитву, которую запрещено трогать. Они туда От Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А все прилепили. Знаешь это? Ну послушай, как священники считают. Избавь нас от лукава. И по твоей. Знаешь что? Отселилась и слава. Аминь. А они говорят. От Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это вклиняйка православная. А это Бог запрещает под суровой карой. Мы нельзя все лепим в фарисеях потому что. Вот как. И вот. Когда человек от воды и Духа рождается. И ты на себя вчерашнего проверить очень просто. Как ты будешь смотреть. Насколько ты не грех, просто отвратитель. Аминь. Люди говорят. Бог грешника любит. А грех ненавидит. Где это взяли? Бог ненавидит грешника. Написано. Я истребляю их. 26. Реверимею прочитал. Господь говорит. Я устал миловать. Вы меня оставили. Я оставлю вас. Я уничтожу вас. Я погублю вас. А так Бог говорит. И Югова. И мы должны. Аминь. 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 Сказать. То есть истина так. Да будет так. Мы согласны. И на жилах пошли. Я и так буду славить Его. Как один говорил. Ну вот. И это рождение свыше. Дарует тебе новое мысль. Новое чувство. Все другое. Все творю. Все новое. Новое. То есть это перерождение. И проверь себя. Все у тебя на месте в этих пунктах. Все. Немало не беспокойся. Второй пункт теперь остается. Быть движенным Духом Святым. Кто Духа Христова не имеет. Вот не его. А именно его святые. Бог прищищается. С причастием в арту вас похит. То есть я все время должен быть на стороже. Чтоб сатана не посмеялся надо мной. Да будет воля Его. Божья. Христа истинного Бога. Господи угодно возить Твоей. Я решил так сделать. А как это? Вот я беседу с этим человеком. Мне желательно. Если он сильно расходится. Сильно ненавидит. Прошу. Тебе беседа нужна. Очень нужна. Со мной будешь беседа через месяц. Такое повеление Божие. Но ты каждый день с теми раз будешь на море. Это три святые и сто поклонов. Я рассказываю как. Вот таких заходов семь. Шесть и один ночью. Если ты согласен. Беседа будет. Нет. Мне не о чем говорить. Потому что я человека не вижу. Я вижу лукавого. Духа. А говорить с ним не положено мне. Зачем? Я избранный сосуд. Я должен питаться святым благолуханием Божиим наполняться. Вот вам ответ. По поводу Ветхого Завета. По поводу и бороды. Почему бороде такое значение придается. Что она не должна быть. Край бороды не должен быть тронут. И. Ну как бы сейчас вот. Говорят о том. Ну вот. В Ветхом Завете там. Да. Там все эти вещи. Внешне. Так они имеют значение. А сейчас они не имеют значения якобы. Так ли это или нет? Это так для тех, которые связаны с попами в основном. Сектанты. Которые дружат с миром. Эта дружба с миром. И есть самая настоящая полновесная открытая борьба с Богом. Дружба с миром есть вражда против Бога. Бог. Так мне. Я просто прошу. Христос был бородой. Бородой. А когда. С какого времени у нас. Ну как раз. Вапа-то была. Мокрая. Да нет. У вас есть книга. Называется «Кристиному православию». Есть? Я представил вам. Кристиному православию. Да. У нас. Это почти вашего сиденья. На котором сидите. И там есть оптимобритие. Я не буду тратить время. Прочитайте. Почему у христиан такое значение имеется? В первую очередь так ходили апостолы. Так ходили пророки. Подражать мы должны святым, а не безбожникам. Так ходил Христос. Все. На небо взяты Илья. И вовсе с бородами были. А откуда известно? Ну там указано откуда известно. У Давыдова слух бороды отстриглива. Не запустил их даже в Иерусалим. Пока не отрастут бороды. Мера какая? Сколько будет пока борода не вырастет на лес? Вот они и мерили каждый день. Домой дохода. Там жена. Работает. Дела. Учеба. Не важно. Сиди и мерить. И как дружба у людей. Как Ильей стекающий на бороду. Города народа. А сегодня как? Ну это все равно как бы. Илья стекающий на бритый подбородок. И стекающий на московский галстук. Что возле Осипова? Слушайте. Вот так. Семьдесят пять лет человек, которые все скобляют себя. Про католичные насквозь. Для меня это ясно. Что борода это знак мужского. Язычник старается пробить молодость. Мне женщины постоянно говорят. Да ты что такое молодой да. И как правило свернули. Глудом. Так как жена до себя допускает. Да она без борода. Она меня боится как огня. Она примерно меня видела и не узнала. В лагере сказать. Да. Вот моя жена. Бог наградил такой женой, которой не надо будить. Она сама встает. Боже в 4.40. Одним качеством хотя могу открыто похвалиться. Стоит того. Здесь касается мудрости. Мудрость происходит с годами. Года вырастает уже в возрасте. Тем более борода седая. И об этом много. Седобласия. Старство написано. А у христиан на первом месте ценится не молодость внешняя. Которую язычество старается продлить. Очень старается. А мудрость. А мудрость приходит с годами. Старство, убеленное сединами. А у людей такое. Такая миалка там продается. У нас вот детство выкнуто, как жеребец молодой стал. По 7 часов грязный сердцем затнимается. Вот считаешь и думаешь, мир сошел с ума. Люди всю жизнь заботились о том, чтобы погасить похоть. А они дали у него. Но они дальше не говорят, что пишет он по ходу. По ходу. У него вся сила. Сила ушла на это. И он полно силой искащилась. А ты ей в горну эту силу-то прибереги в себе. И ты увидишь, как тебе интересно жить в старости. Пользуйся почтением, уважением. Делись себя мудростью. Я над ней своим братьям говорю. Мне кажется. Так, я думаю. Я лежать не буду. У меня смерть не найдет лежачим. Я должен умереть где-то в дороге. В дороге. Ну вот как сам пчела. Корова злома вздыхает. А пчела дома не вздыхает. Она летит, крылышки изношенные. Она не может донести груз. А пчела дома падает и больше подняться не может. Я все время перегружен знаниями. Необходимостью. Сегодня у меня предстоят еще несколько бесед. Очень важные. Важные. Ну, наши с девушкой. Просто важные. Отъезжающие. Сегодня вот ролик один составлен. Каждый день почти новый ролик. Я со стороны смотрю, как людям будет это интересно. Интересно. Они увидят жизнь христиан, рожденных свыше. Изнутри. То есть самые маленькие детали. И по ним вы составите, как мы живем. О чем мы заботимся? Что у нас над всем превалирует? Вот вам ответ. Обычно мы такие слова, что мы говорим. Вот у Христа была борода, там у апостолов. Вот все так было. Они говорят, ну тогда и надо халат надевать. И, кстати, про пояс. Вот разговор в Ваши поясочки очень многих. Ну, а в основном главная зацепка Ваши поясочки. Вот. А я тоже, когда размышлял, думаю, почему же Игнатий Тихонович так за поясочки беспокоится. Да. Поясняю. Поясняю. Извините, Игнатий Тихонович, это хотел бы договорить. А вот этот поясочек, может быть, это есть как раз атрибут той одежды, халатов, когда, если ты не припаяшься, ты будешь распоясанный. А у нас одежда-то другая сейчас. Нужны ли эти поясочки-то именно в этой одежде? Все остальное, что вы говорите, халаты припоясываются от ветра. Это, знаете, от ветра головы своей идете в росте вчерашней. Я вам говорю за упустительность в поисковик. Слово «пояс» опоясывается в Святой Библии встречается сто, примерно шесть раз. Что, не по мозгам? Сто шесть раз. А распоясывается только один раз. И притом по отношению Робсака распоясывался хулиган. Он вел себя вызывающе, и ему было сказано, не хвались, подпоясывающийся, как распоясывающийся, то есть только что идущий напротив. Я тебе скажу, какая одежда была, мы ее знаем, у апостолов, но они были с поясами. Откуда известно? Ну, когда в тюрьму имелся, он говорит, встань, припояшься. Прежде всего припояшься. То есть он был поясом. Петру сказано было. Апостол Павел снял пояс, повесил, и кто-то взял пояс, а он говорит, что это пояс, как того свяжут и повезут. Объяве Христики говорится, как имел пояс одежду из безблюжего волоса, и пояс сложенный. Так? Да, так. А Христос с поясом был, что одежда распахнутая была? Нет, он был с поясом. А ангелы, ангелы с поясами. Знаете, когда Христиангелы, где ты берешь это все? Я говорю, откровение, первая глава. Даже в небе с поясом, там нет ветра. И у Христа не халат на нем. А пояс есть. И у священства пояс. Священник распаяться на него не выходит. И у милиции пояс. У него мундир застегнутый, посмотри Жуков, как перепоясан. Царь Николаев, перепоясан во всех направлениях. У него нет халата. А пояс на нем, то есть ремень, портупенья, висит оружие, говорит, и оружие это пояс. Пояс-то, ну как, нога там на пояс идет. Все с поясами. И поэтому разговаривают о поясе, это люди боятся, чтобы не выглядеть смешным, или кто-то не осудил, или как-то. А они не смиряют свои слова со священным писанием, по которому мы должны жить и будем судимы. Вопрос вообще ни о чем. Халат? Откуда ты взял, что он халат? А какая одежда была? Да какая одежда была? Вот я так скромно так думал, чтобы назвать, какая. Откуда халат был для написителя? А пояс? Определенно выделяется пояс. А у него-то, я говорю о небесном. Вопрос снятый. Каждый мужик пояс сейчас с ремнем, с поясом, с ним. Пусть в пояс не поддержали штанов. Нет, но тем не менее он же припоясан. Ну припоясан, да, но надо, чтобы было видно. Дальше мы строим поселение, ну строим это поселение на старинных православных русских обычаях. Ну посмотрите, картины Кранского, Поленова, Суликова, Репина. То есть достаточно, я назвал, вы не найдете ни одного распоясанного. Сидят в рубахах все, в рубахах обедают. И пояса у всех. Мальчики играют в рубахе, все с поясами, никаких халатов нету, все это блажь лукавая. Не было распоясанной Руси. Все с поясами были сто процентов. Это хахлы, говорят. Распоясался как хахола. А они откуда взяли? Запада немецкая форма, в брюки рубашку заправляют. Это немецкая форма, не русская. Лев Толстой стоит, фотографию посмотрите. Стоит и вот так вот рука за поясом. Лев Толстой, он и не православный даже, но он общей формой придерживался. Сейчас, когда показывают у нас тут казацкий хор другой, какие пояса с кистями низшей коленой висят. Распоясанных нету. Народный, фольклорный, ансамбль там какой-то пятницкого. Все до одного с поясами. И платья какие длинные. Ни одна не выходит в трусах. Что нам показывают? Так и носили. Русский человек всегда так был одет. Мой ответ. И последний вопрос, Игнатий Тихонович. Вы говорили о мусульманах и приводили в пример о том, что у них там дисциплина, голову отрежут и как бы люди все делают как положено. Как раз вот у нас тоже об этом многие говорят, что вот что вы хотите тут дисциплину установить православие, какой мусульман? Вот. Не хотим такое и говорим, мы христиане этого делать не можем. У них страх от человека, я говорю, человеческий страх. И такое наказание будет. А у нас страх-то Божий, хотя бы как человеческий был и были бы одеты. Но у нас его нет даже человеческого страха. Я просто говорю, вот если бы ты знала, что юбка твоя подол выше там 10 сантиметров от пола и тебе будет 10 ударов палкой. Ты в угла? Такой, нет. Одна вышла там где-то в Янгконг, я говорил в Бирму. И платье не такое полицейский. Подошел палочкой раз, это арестовано, пройдемте. Врезали ей и до свидания. Нам учиться надо. У меня ролик один выставлен как пьяного шофера в Таиланде захватили и как его лечат там. Не видели? Нет. Посмотрите. Его запрашивают, он протрезвался, был пьяный. Вот три свидетеля. Да, 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 да. Где выпил? Нашли, конфисковали, наказали. Так, ты за рулем был. Ты знал, что тебе положено будет 40 ударов без одного? Да, знал. Иначе бы тебе права не выдали. Так, через два дня с родными, с домашними простись, пока тебе до дома скоро не придется быть. Ну все, простился, пришли так. Все, теперь его уводят. Поднимают руки, здесь наручники надевают, ноги, и дальше он раздетый. Оно поясницу, задницу ему надевает кожаное, а где самое ягодица, булки-то, на это место булок-то ему дырки прорезали такие овальные. И вот он теперь сидит судья, сидит врач, еще раз давление ему затверили. Нормальный мужик, иначе бы шоферских правов не было. И вот теперь экзекутор начинает его бороться. Что у него в руках, я так и не понял. Резиновое, видимо, что-то. И вот он крак его врежет, и все это съемка прямым онлайн идет. Он сдрогнул, но молчит, видно, застонал. Второй раз, третий, тело взбухло. Наконец, видно, кровь потепла. Но маленько сместилось, остановились, снова его перекрутили, подтянули вплотную, и он встанет, мужик. И опять начинают, как ударят его, а тело, где задница, мелко-мелко, долго, и сокращается. Я сейчас зашел, у нас тут барана закололи-то, а баран без головы, одно туловище, а на шее мускулы сокращаются, я говорю, все еще жить охота. Молодой барашек бегал, я мясо-то не ем, мне всех их жалко. Вот так, если бы наши шофера знали, что так будет, нам нужна такая дисциплина? Я не говорю головы резать. Нужна! Потому что, знаете, этот человек, он так будет работать, а он не будет работать. Он прав лишается минимум на 10 лет. Теперь, его отпороли, теперь он будет работать, с больной задницей еще 2 месяца отработает, а потом еще 10 раз распишется. Да заплатит за то, что кто драл его, кто врач был, за всех заплатит. Нужно это нам? Вот вы проголосуете за это? А я проголосую. Этой пакости не было бы. А вот у них такая дисциплина. Повторяю, они перед человеческим законом присутствуются, а мы перед Божьим никто. Мы никто! Мусор! Мусор! А то мусор, мусора, милиция. Мусора не в милиции только, а не всюду. Ну а если, когда придут мусульмане, если уже включатся, а сегодня пока нет. Я им задаю вопрос. Ну вообразите, сидят мулы, шейхи, я среди них русский, они знают, я православный миссионер-проповедник в Санкт-Петербурге. Скажите, а вы примерно можете назвать процент девушек, которые учатся у вас, заканчивают школу, десятилетку, которые потеряли девственность? Как потеряли? Ну, такая внебрачная связь до брака. Вы о чем говорите? Ну то есть она не девственница. И там изна... Ну можно находить, я попал и вот... Да вы что, разве же можно это? Я спрашиваю процент. Никаких процентов. Ты у нас спроси, в восьмом классе уже... Фу! Слово не люблю, проблема, но уже говорят, уже проблема. Вот и все. Нам надо это? А почему? Потому что они работают в этой же самой стране, в России, в Советском Союзе. Попы не работают, это наемники. Наемники, страшные наемники. Они ни за нравственность, ни за что не отвечают. А почему? Он все прощает. Да батюшка, я аборты сделал, опять аборты сделал. Ну ладно, сорок поклонов пока сделаем. Сорок поклонов. Ее сорок лет в храм нельзя запускать. Сорок поклонов. А она там, господинами, смеются. Говорит, у вас как просто все. Батюшка, что-то сделай, там фарту там накрой, ты опять иди, Гриша. Я только голову опустил и сижу. Я что могу сказать? Был такой миссионер. Его звали Спиридон. Я могу ошибиться, его на фанели назвать. Он с бурятами работал. Там в большой ступе поклоняется. И вот это все написано в книгах. Это помещено в моих книгах, даже я взял оттуда. И вот он однажды приехал, у него с собой два мешка, сухари перекинутые через цикло. И он среди них беседует, они как грамотные такие. И ламы, ламы вместо священства. Я им говорю, рассказываю о Христе, как Он любит нас, как пришел. Тогда лама встал один и сказал, уважаемые, вы нам так много хорошего рассказали, мы так вам благодарны. Но у нас тоже учение хорошее. У нас нельзя воровать. Вот там жены имеют других, там посвободнее так. У вас как-то строго нельзя. Вот. И другое. Но если бы люди наш закон исполняли, они бы спокойно могли спать. Они спокойно бы могли спать. Но если бы ваш закон исполняли, который вам Иисус Христос дал, люди вообще бы не спали, они бы день и ночь вековали и славили Бога. Пока железной дороги не было, дети наши были с нами. Жены слушались нас. Мы радовались, когда проходила Забайкальская дорога, что у нас будет связь с внешним миром. Мы все-таки в Российской империи. Но почему-то жены наши болеют, стали страшной болезнью. Носы стали проваливаться у них. Вы догадываетесь, что за болезнь? Ну да. Да. Дети перестали нас слушаться. Они валяются пьяные, они дерутся между собой. Вы нам говорите о Царстве Небесном. А у вас рот в крови. У вас рот в крови. Я, говорит, кое-как поднялся, не попрощался, вышел и не смог залезти на вершню. Я взял коня под усы и повел его. Завел только в начало леса недалеко. Я упал на землю. И пока не взошла луна, я не мог встать. Я лежал и рыдал. Боже всемогущий, что мы сделали? Из самого святого, что только Бог открыл людям, мы сделали самое поносимое и сравнное. Вот, дорогой мой брат Александр и брат Сергий, что я высчитал. И это действительно так. И в этом повинны почти все попы. 99, может, процентов. Вот до патриарха. Не говоря уж про епископов. Они все князья. Почему они не живут так? Умер в Сербии Павел VI. Патриарх. За ним машина не была. Всегда приходил пешком. В центральные двери не входил. В одежке, где-то там, где Пономарис заходят. В одежке своей старенькой. И тут же начинает берется псалтырь и считает, никто даже не заметил, что зашел в патриарх. Нам это не пример. Это современники наши. Он вот только недавно умер. У нас не так. Он князь. Он расческу попадает, весь народ смотрит, как он расчесывает. Женские волосы на мужской голове. Дальше сосуд подносит к нему. С носком с таким среднеазиатским. На руки поливает. Он руки моет перед всем народом. Утром мне полковник звонит один. И говорит, я вчера смотрел на патриарха. Айдексий был тогда. Скажите, пожалуйста, он еще сам одеваться не умеет. Его не учили в детстве. У нас тут мы внучата учим рано. Понятно? Другого-то нету. Зачем это нужно? Это какой ритуал? А сзади идут какой шлейф? Как английский паш тащит. Бывает три, четыре, пять, даже шесть метров. Это хвост такой, павлиний. Ему это надо? Да это мимикрия. Это мимо ходят. Мимо, мимо. Это, которая мимика только показывает. Ничего нет. Он выносит Евангелие. Перед ним свеча. А вы знаете, что означает свеча? Не знаем. Думали, что свеча. Нет. Это Иоанн Креститель выходит. А дальше Евангелие. И Евангелие означает Христа. И вот так. Все. Вы все узнали. Это наше православие сегодняшнее. Вчера я только разбирал один такой Акафис написанный. О прибавлении ума. И сдал мимский филарет, митрополит. О прибавлении ума. Десять тысячах экземпляров. В 2000 году хоть на одного умнее было. А я его не считаю. Мне хватает то, что Бог дал. О прибавлении ума. А как это так Акафис появился? А вот мимка реформа была. А был человек один. Бладочестивый. Предисловие. Так вот он стал в старой книге Иосифовской. Иосиф. Патриарх был до Никона. Читать и Никоновым. И долго размышлял. По каким правильным молитвам. И размышлял. Папа Ктани сошел с ума. Вот. Размышления куда привели. Да Богу нам что трафаретный нужен. Ты стал и пел Балилуя. Слава тебе Божья слава. Больше ничего тебе не надо. Один в советское время офицер. Сидел за солдатом. Сказали. Он куда-то ходит неизвестно. Он разведчик. Он прокрался с ним. Баптистский молитвенный дом. Да зашел. Ну а там тогда это Христе. Его Господь коснулся. Он уверовал. Молиться не имеет. Он соскочил на фуражку к нему. Кричит. Ура Господи. Я уверовал. Ура Иисусу. Ну. У него нет другого. Это ура. Как наше Аллилуйя будет. Ура. Ну хорошо. А вперед пойдет теперь. Завтра демобилизуется. Послезавтра пойдет проповедовать. А через средние недели его посадят. Ура Господи. В лагере будет теперь. Кричит. Спасибо Христосу. Игорь Тихо. Игорь Тихо. Игорь Тихо. Вот я и вопрос такой у меня еще. К тему мусульманства. Как раз. Вот вы можете дать какое-то вот определение такому явлению. Почему все таки у них то мужики, а у нас бабы одни? Ура. Потому что у них работают. И они включили в основное, где есть, называется салат. Это не то, что у нас в севере идет. Салат – это общее назначение молитвенных правил. И включили туда намаз. Это не намазывается, хотя имеет смысл духовный. Пятикратная молитва в день. Пятикратная. И это все знают и следят друг за другом. В православии этого нету. Однократные нельзя собрать. И обязаны все. Допустим, мне собрали все, а один не пришел. Как не пришел? Сразу все идут, в чем дело? Это, а ты же нарушил. Его сразу поставят на место. Я смотрел, интервью дает один советский, как они голову режут. Так, принимаешь мусульманство? Мусульман будешь? Да я же православный. Принимаешь или нет? Нож ближе к корму. Нет, я православный. Пилит, голову отрезает. Следующую дорожить, я буду мусульманином, тогда резать будем ниже. Тут резать, резать тогда. Обрезали. Этому голову резать, а этому возле головки. Ладно. Вот, пять раз молитву. И когда молишься, чтобы под тобой было, так называемым, как Достархан засылает перед обедом. И молишься, и показывает. Он там, на Афганистане сейчас. И показывает время намаза. И рядом небольшой холмик за оговоротами. И он с этой, с матрасиком своим маленьким поднимается, садится, опрокинулся, помолился, идет домой. Его не надо заставлять. Ему вначале дали, нас-то этого не сказали. Вы у нас найдите одного, который ежедневно, семикратно в день прославляет Бога. Псалом 118-164. А Псалтын-то считают. Эти слова постоянно считают монахи. Считают, а выполнять-то некому. А это все до одного. Потому что у них правила у нас нету. У них устав. То есть у нас есть правила, есть устав, но никому это не важно. Батюшка Детрахили накроет, просит. А у них не прощает. Ты должен ответить. Вот у нас, если было бы наказание сегодня здесь, так тогда будет, так это смута настоящая будет. Тогда православные куда-то денутся. Никуда они не денутся. Это можно включить по полной программе. И будут работать, ну как мусульманцы. А как? Ну я не знаю как. Думаю, что будут. Когда люди в это верят. Они будут знать. Наступило время молитвы. Вот я с вами и говорю, а у меня время молитвы. Я был когда у Самира в доме Мулы. И мы с ней, что интересно, одинаково. Мы встали на молитве, она встала. Мы опрокинулись головой, она так же встала. Ну вот мы заговорились. Дальше говорим уже второй час. Самиры нету. Никто внимания не обратил. А Самира по-нашему собеседница. Я скорее потихоньку зашел на кухню. А она меня не видит. Она головой уже вниз и молится. Ее счастливое время настало. Да у нас кто так будет делать? Она говорит, может помоется из дороги. Да можно ополоснуться. Мы только что в Каспийском море купались. Она завела. А где ванна? Ванны нету. А у них пол так внутри стекает. И сверху душ, и вниз сама застекает. И нигде ничего нет. Ну как-то странно было так. А ванна, она где-то где-то. И она, ей надо воду дать. А больно встречает. А сама аж присядет. Мой отец, мой учитель приехал ко мне в дом. Я не могу. Нет, я буду рассказывать. Никто не поверит в это. Мой отец, мой учитель. Мусульманка, у нас такое чувство благодарности, тоже упущено. Она только около батюшки будет видеть себя рядом. Мне не надо это. Я просто говорю об этом. Не надо. Сейчас она мне звонит, недавно крещение принимали. Не на счету, мой наставник, мой учитель. Какой наставник, учитель? Ты на собой смотри, что батюшка скажет. Потому у них так и идет, что за этим смотрят, за исполнением. У нас есть законодательная власть, исполнительная. А в православии нет ни законодательной, ни исполнительной, а есть шалман базарный. Я ответил на вопрос. Ну, Ивнатич, у нас тоже в православии люди раньше молились, тоже если скажут 2 часа, вставали на молитву. Я говорю о семикратном. То, что Давид говорит. Давид, которого мы признаем. Ну, а хотя бы пятикратный, как намаз, этого нет. Правила не введены, а сказать, а вы могли бы вести? То есть не знать, закон может, а никто не будет выполнять. Это делается с детства, от юности. И за этим наблюдает. И он растет уже в этой среде, он плывет в этом потоке. Он не может быть другим. Я видел недавно батюшку одного, который, рожденный в той среде, родился и стал православным батюшкой. Он отличается от всех. Какая семья, как одеты дети у него. Он подетный, как мусульмане. Православный, чисто патриарший, священник. Он работает здесь. А обычный и добрый все сюда перенес. Благословение Господне добудет на нем. Вот это и надо делать. Я разговаривал непосредственно с одним мусульманином, вот, и он мне раскрыл вот этот секрет. Ну, я не знаю, насколько это точный факт такой. Он говорит, что у нас неподдельная любовь, братская любовь. Поэтому и тянутся мужики. Вот в православии ощущение единства такого, единой целостности. Абсолютно правильный ответ. Так и любовь-то на этом и строится. Я не могу вас не любить. Потому что я вас хорошо знаю, и вы любите Господа. Вот мы с вами, если так взять, мы настоящие мусульмане. По образу любви. Они так приучены, с детства, и они знают, вот в армии где бывают, и говорят, ой, у них такие дружи, там русские что-то начали на них-то. А их всего там было 15-17 человек. Они забарихотировались, оружие захватили. И тут уже Верховная Рада и Дума решают, как разблокировать их, как выйти, чтобы их не поубивали. А они один за одного, а у русских нет. А друг друга уничтожают. Именно поэтому им это показывает. Они не знают то, что мы знаем, искупление в крае Христа, добровольная отдача, служение, духе святом, понятия нет. Но это они дали то, что знают по человечеству. Они как единая семья. Они сегодня дадут сигнал, вот сегодня, а они на готове. За одну ночь Татарстан отойдет, все схватят оружие и поднимут до самого последнего пункта, где они есть. И в одной Москве миллион двести тысяч азербайджантов, как говорят, не считая других. С Россией покончено будет одним махом. Вот и все. Уже завидуемо, что у нас, у русского в крови нет этого единства. Откуда нам взять-то его? Во Христе. Почему у нас это есть единство? В общем, нигде бы что ни случилось, мы все спешим на помощь. Все. И поедут люди из горсты. Нам заехал директор библейского общества отделения Сибирская, Булата, Алексей Владимирович. Ну, вы такие православные, одни бабки-то. И он говорит, помогает везде. Но вы, говорит, второй раз доезжают, вам православные. А это не православное отделение, это вот. Вы, говорит, вышли у нас, говорит, на первое место по помощи. И все. Так что мусульманам мы вперед дадим, говорится, в фору, в пять очков. И выиграем. У нас, они не могут похвалиться ничем, чего у нас нету. А о чем мы будем говорить, они во сне не видали. Но наша община там, где работа идет. Где мусульман идет ощущение. И люди, которые ушли, они бы никуда не ушли, как бы не было этого поганого ведра, куда они сваливаются в сердце. Они сразу же переходят, батюшка, в любом месте. О, Игнатий, вы это хорошо сделали, что ушли. Теперь вы, у нас единение, у нас церковь, никакого единения, ничего нет. Они спиваются там, в блуд попадают, самый натуральный блуд, измену жене. И это все за кадром. Не может быть лучший человек там, где нет заботы друг о друге. Это единицы могут только выползти оттуда. Это видение святого Пахомия. Что монахи, он вдруг увидел, что в грудь и киров, сплошная темнота, и они в баме друг от друга бьются, пытаются выбраться. И только единицы, кое-кое-как, по отвесной скале поднимаются. Я только говорю, Пахомия-то не договаривает. Туда-то он их и столкнул. 11 тысяч мужиков у него было. Надо до конца договаривать. Что бы я ни говорил в отношении кого-то, я все применяю к себе. И поэтому Бог предохраняет. Вот когда готовилось признание канонического акта, мы сразу написали заявление в Синод зарубежном. Мы категорически против какого-либо объединения. А сообщение мы за, когда нас за это били, свои зарубежные церкви. А мы тогда уже были за это объединение. Ну а как-то, как? Не знаем друг у друга, можем прищищаться, но они дальше. Они не могут быть другими. Они должны отказаться от Сергиевской декларации. Строгородского. Самый предательский документ за всю мировую историю. Когда своих мучеников объявили врагами народа в церкви. Что было сделано? Вот что. Атого не было. Мученики всегда были славой церкви. И второе, говорит, ты коммунизм. Ну коммунизм под вопросом. Что он означает, еще надо разъяснить, они не знают. Это коммунизм на похорном уровне у нас каждый день везде. С родными пьют, гуляют, пьют. А бабкисты, как они обоятся. Смысла нет приводить в пример, допустим, мусульманство. Потому что мы обречены изначально на малое стадо. Нам совершенно не подходит вот это статное, как говорится. Меня их привожу, дорогой брат. Я их привожу не для своих. Как правило. А для тех, которые ничего не знают. Вот борьба с водкой. Там надо на каком расстоянии продавать. От школы там. Жеременовский об этом говорит. Я говорю, вам никогда это не сделают. Не верьте беспобедно. Мусульманин сделает. Притом в один день. Часть голов повесат на штахет, и все кончилось. Всех производителей повешают. И все, пьяных нет. А тут трех один идет. И трех нехороший. Вот так. Мы приводить можем примеры, когда они заботятся об одеянии женском. О их нравственности. Почему же не приводить так пример? Мы приводим даже у себя здесь. С поточками война, что... Вот они нам и говорят потом, что... Не они, а точнее у нас уже в церкви сами мы говорим, что... Вот мы тем самым приближаемся к мусульманам в плане дисциплины. То есть они положительную сторону этого не видят. И как бы ее отбрасывают. Но видят только то, что нужна дисциплина. Иначе это не удержать. Не надо разговаривать. Он обречен. Он ищет на что зацепиться. После первого-второго воздумления, юридика этого, это юридик, отвращайся. Ему он заражен, будучи самообсужден. Он осудил себя. Ты не старайся доказывать. Никогда не спорь. У меня есть одно изречение, мной наработано. Знающий не спорит. А возвещает истин. А не знающий спорит. Мне спорить не надо. Я тебе сказал один раз о бороде. Ты не понимаешь. Вот твой вопрос, не мой. Почему? Из эфира 3.18. Ты не говорил, он погибнет. Это его кровь. Я взыщусь, тебя говорит Бог. Но ты говорил, он не послушал. Он погибнет, а ты спас свою душу. Очень ясно даже написано. Для меня этого достаточно. Все. Ну что, братья православные. Все, наверное.